всем привет с вами erb не часто на почту приходят вот такие сообщения от сайта pinterest где мне предлагают посмотреть на всякого рода спецэффекты и в одном из таких сообщений я увидел вот такой вот эффект попадания этот эффект мне очень понравился и я решил его создать то есть сделать для вас туториал чтобы повторить вот этот эффект нужно создать несколько текстур как видите нужна текстура флеша вот с четкими углами второстепенная текстура флеша более размытая текстура самих вот мелких частиц возможно текстура дыма и текстура круга и начну я самого простого с текстуры круга для этого нужно выбрать градиент и провести снизу небольшую линию далее нужно градиент немножко приподнять чтобы края потом оказались прозрачными и выбираем фильтр дисторт полярные координаты текстуру дыма можно очень легко найти в интернете достаточно в поиске просто бития смог пинджи и вот первая картинка она отлично подходит текстуру флеша можно сделать просто с помощью обычного пера и заливки потом нужно дорисовать мелкие детали после того как текстура флеша нарисована нужно сгладить углы этой картинке делается это для того чтобы просто было приятно глазу также нужно добавить свечение краям картинки для этого создаем новый слой и делаем хаосовое размытие текстуру флеша на заднем фоне уже сделать посложнее для этого нужно выбрать карандаш и нарисовать произвольную фигуру виде флеша далее делаем радиальное размытие копируем поворачиваем и текстура готова осталось сделать текстуру для мелких частиц для этого можно просто нарисовать выбрать фигуру допустим вот такую вот выделяем заливаем белым цветом и переносим на центр дальше выбираем свойства слоя и выбираем внешнее освещение и перед тем как создавать эффект я хочу сказать что на сцене я использую постпроцессинг это fog антиаглиайзинг и bloom также я сделал парочку материалов для текстур которые нужны для эффекта и как обычно нужно создать новую систему частиц переименую на хит и выставлю координаты по нулям форму мы отключаем она не нужна также ставим разовый бурст появление одной частицы в начале скорость ставим на 0 максимальный размер частицы ставим 8 чтобы она не уменьшалась при приближении камеры и выбираем наш материал также меняем цвет ставим старт-ротейшн от 0 до 360 и повторение эффекта каждые 0 7 секунды время жизни частицы ставим 0 12 и размер 2 также включаем компонент color over love time и делаем так чтобы flash момент появления и исчезновения был прозрачным теперь включаем компонент size over love time и делаем так чтобы под конец flash немного уменьшался также эффекту нужно добавить свечение для этого создаем компонент life отключаем его чтобы он просто так не светил добавляем в систему частиц ставим радио 1 range 0 5 и интенсивность на 2 еще нужен второй флэш на задний фон для этого просто копирую первый флэш удаляю свет так как он не нужен и переименую это эту часть эффекта заменяем материал также нужно изменить цвет сделать более темный и для того чтобы второй флэш был на заднем фоне ставим sort in food же на 5 также уменьшаем время жизни и меняем цвет со временем чтобы создать свечение вокруг эффекта копируем второй флэш и перемнуем его на glow для свечения выбираем стандартный материал также размер свечения делаем больше и меняем цвет теперь нужно добавить в эффект немного пели для этого создаем новую систему частиц и переименую его ее на даст выбираем форму сферы и размеры сферы ставим на ноль переходим в вкладку emission rate our time ставим ноль ставим плюсик и делаем разве появление 30 частиц повторение ставим на ноль семь и лайфтайм на ноль от ноль шести до одного до одной секунды переходим в вкладку render и выбираем нужный материал также выбираем рандом между двумя цветами и ставим от белого до светло-голубого цвета также ставим галочку 3d size и выбираем рандом между двух значений размер от 1 десятых до двух сотых также старт ротейшн выбираем рандом между двух значений ставим от 0 до триста шести скорость ставим между двух значений от десяти до тридцати пяти и уменьшаем ее с помощью укладки limit velocity over lifetime пишем значение dump at 0 45 и выбираем кривую для скорости а чтобы частицы просто плавно исчезали включаем вкладку size by speed теперь нужно добавить немного дыма и для этого создаем новые партиклы и на этом моменте у меня долгануло видео где я изменял цвет дыма переходим в вкладку shape выбираем форму сферы и ставим радиус на 0 1 и радиус sickness на 0 5 переходим в вкладку emission rate over time ставим 0 и делаем разовый бурж частиц от где-то рандом от 10 до 12 также как и всем элементам ставим повторения каждые 0 7 секунды lifetime ставим 4 и скорость выбираем между двух значений от двух до трех включаем вкладку limit velocity ставим speed на 0 и дампет на 0 1 можно просто оставить стандартный материал но я выбираю свою текстуру дыма также включаем вкладку color over lifetime и делаем дым при появлении и исчезновении прозрачным также с помощью компонента size over lifetime можно сделать так чтобы вначале дым был немного меньше с помощью вкладки rotation over lifetime можно сделать так чтобы дым вращался осталось добавить ударную волну эффекта или же просто круг который расходится от центра для этого копируем часть клуб и переименовываем ее переходим в вкладку render и выбираем нашу текстуру круга круг очень большой поэтому размер немножко уменьшаем переходим в компонент color over lifetime и делаем так чтобы в начале он был менее прозрачным круг должен со временем не уменьшаться а увеличиваться поэтому меняем size over lifetime выбираем нужный цвет для этого круга и наверное нужно немного увеличить время жизни lifetime на этом все буду благодарен если поставите этому видео лайк и пока не покажу а